День добрый! Сегодня у нас еще один замечательный проигрыватель грампластинок фирмы Сан Сунь. Модель ПД-31. Эта модель является развитием модели ПИГИ-11, обзор которой есть на моем канале. Поэтому, рассказывая об этой модели, я опущу некоторые детали, которые были описаны в той модели, например, описание картриджа P-MAL. Модель выпускалась, предположительно, в середине 80-х годов. Более подробную информацию мне не удалось найти. На сайте Винил Энджел есть сервисная инструкция к этой модели. Что интересно, сервисная инструкция к этой модели содержит только изменения по отношению к модели ПИГИ-30, которые, как написано в сервисной инструкции, немножко отличаются внешним видом. Поэтому для ремонта лучше использовать инструкцию от модели ПИГИ-30. Что умеет этот проигрыватель? Этот проигрыватель умеет проигрывать в автоматическом режиме грампластинки размером 17,30 см на скоростях 33,45 оборотов в минуту. Также он оборудован замечательным прямым приводом по технологии DC-FG-SERVO, которая была широко распространена в 80-х годах прошлого века. Проигрыватель попал ко мне без звукоснимателя и в нерабочем состоянии. Собственно говоря, он включался, но автоматика не работала. Я поставил звукосниматель Technics P24, который у меня валялся без дела, как запасной звукосниматель проигрывателем Technics. К сожалению, я не знаю, какая иголка у этого звукоснимателя, эллиптическая или сферическая, но играет вполне прилично. Вскрытие показало, что отсутствует пасек привода системы управления тонармом и совершенно засохла смазка в приводе управления тонармом. Сразу хочу отметить, что несмотря на кажущуюся простоту, управление тонармом в этом проигрывателе выполнено в виде отдельного блока и управляется отдельным двигателем, в отличие от модели PD11, где автостоп приводился от основного двигателя. В процессе ремонта я сделал несколько фотографий. Они сохранились у меня. Вот так вот выглядит блок управления тонармом. Еще не снятый. Видите, нету пасека. Я снял его. Вот он так выглядит с обратной стороны. Можно заметить, что на червячной передаче такая очень грязная черная смазка. И вот это уже отдельно снятый узел автоматики управления тонармом. Тоже видно, что смазка засохла. Я все аккуратно вычистил, заново смазал, установил, собрал, поставил пасек и все заработало как часы. Сейчас мы познакомимся с работой проигрывателя. Как обычно, про пластинку. Но я буду использовать ту же самую пластинку, которую использовал в демонстрации работы проигрывателя Сансуи PD11. Значит, напоминаю, что эта пластинка была выпущена в 67-м году. И в соответствии с законодательством Российской Федерации, все фонограммы в этой пластинке перешли в общественное достояние на территории Российской Федерации. А значит, мы не нарушаем ничьих авторских прав. Поставим пластиночку. Так. Поставим пластинку. Включаем проигрыватель. Разблокируем тонарм. Вот здесь у нас кнопки выбора скорости 33 и 45 и кнопки выбора размера. Ну, сейчас не видно, я потом же покажу. Вот здесь на панельке переключаются следодиоды индикации выбора. Ну, значит, мы поставим 30. И нажмем вот кнопочку старт. Посмотрим, как это все работает. Так, тонарм поднялся. И тихонечко так поехал на место. Значит, сейчас будет опускаться. Автоматика очень хорошо работает. Тихо, без всяких звуков, абсолютно четко. Вот эта кнопочка позволяет нам поднять тонарм в процессе воспроизведения. Так, передвинуть куда хотим. Снова опустить. Очень хорошая автоматика после чистки, смазки, замены пасека. Просто чудесная. Ну, и, как всегда, проверим, как работает автостоп. Так, поставим. Вот сюда вот. Так, опустим. Вот сейчас она доиграет до конца, эта пластинка. Вот, и мы увидим, как срабатывает автостоп. Не знаю, наверное, слишком далеко поставил. Нет, вроде все уже. Сейчас конец. И мы увидим срабатывание автостопа. Вот, пошло на выход. Автостоп поднял аккуратненько. Так, ее ведет очень аккуратненько на посадочное место. И сейчас опустит. Просто прекрасно. Теперь. Что у нас тут еще есть? У нас есть кнопочка повтор. Позже я тоже покажу, как там загорается. Вот тут индикатор. Вот здесь есть повтора. Вот. Значит. И мы сейчас увидим, как срабатывает повтор. Ну, мы для этого сделаем вот так. Мы поднимем тонарм. Подведем ручками сюда, вот куда-нибудь, к краешку. Нажмем повтор. Так, аккуратненько. Вот сюда подведем, чтобы не ждать долго. Опустим тонарм. Увидим, как работает повтор. Достаточно интересно работает в этой модели. Я, честно говоря, такое видел первый раз. Как работает повтор. Вы сейчас сами увидите, как срабатывает механизм повтора на этом проигрывателе. Так, вот мы пошли на автостоп. Так, поднялись. Поехали на место. Вот обратите внимание, он вводит до конца. Опустит полностью тонарм. Снова поднимет. И теперь пойдет снова на проигрывание. Вот так вот отрабатывает автостоп в этой модели. Очень интересно. Ну и как всегда, мы можем принудительно выключить воспроизведение пластинки. Вот это с помощью этой кнопки старт-стоп. Вот мы нажмем ее. Вот. При этом сбрасывается автоматически функция повтора, опустится тонарм и выключится двигатель диска. А сейчас мы посмотрим на детальную переднюю панель, посмотрим, какие там есть индикаторы. Так, передняя панель устройства. А что у нас тут есть? Ну, во-первых, есть подсветка выбора размера пластинок. Вот я сейчас буду нажимать кнопочку. Здесь вот 17 сантиметров, вот здесь вот 30 сантиметров. Вот переключаем размер для автоматической установки. Значит, подсветка кнопки повтор. Вот она. Значит, ничего особенного. Вот. Значит, дальше у нас индикатор стабилизации скорости. Ну, он такой же аналогичен тому, который был в проигрывателе сансуи PD11. Ну, сейчас мы посмотрим просто на него, как он срабатывает. Вот я ручками подвел, и вот он загорелся. Вот я притормозил, погас. Отпустил он, загорелся. В общем, все как там. И здесь достаточно интересно выполнена небольшая, есть такая голубоватая подсветка вот тут вот по краям клавиш. Ну, и кнопку управления тонармом, я уже о ней говорил. Вот. Значит, если мы нажмем старт, обратите внимание, мигает вот это вот светодиод. он указывает на то, что выполняется операция запуска. Так, вот он опустился, на пластинку выключился. Почему он мигает? Автоматика здесь очень хорошая, хотя несколько медленная. То есть, реакция ее на нажатие клавиши занимает некоторое время. Чтобы вы не думали о том, что она не включилась, то, что начала работать автоматик, индицируется этим светодиодом. Вот я сейчас нажму стоп. Вот обратите внимание, замигало, но не сразу начался процесс остановки. Вот она мигает и сейчас выключится. Все, погасло. Аналогично еще раз пуск. Вот, мигает, только сейчас пойдет тонарм. Видите, с задержкой какой. срабатывает. Это просто связано с чисто механическими особенностями системы управления, но виги, как видите, работает она идеально тихо. Просто прекрасно работает система автоматической установки. Я предпочитаю проигрывать автоматически. Они мне очень нравятся. Эта модель просто произвела на меня исключительные впечатления, несмотря на то, что у меня много разных других моделей. с автоматической подачей. Но эта модель, не знаю почему, произвела на меня самое приятное впечатление. В заключении мы послушаем кусочек записи с этой грампластинки. я не знаю какая игла у меня здесь стоит сферическая эллиптическая. Значит, головка ко мне попала очень давно от техникса. Правда, она была не то, что запечатана, но стоял такой небольшой кусочек скотча фирменный, который фиксировал иголку к головке. Поэтому я предполагаю, что игла оригинальная, но еще раз скажу, я не знаю эллиптическая она или эллиптическая. В любом случае звук замечательный, в чем вы сможете удостовериться сами. спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok